Выставка одной картины открылась в художественном музее имени Михаила Павловича Крошицкого. На выставке представлена работа британского художника конца 18 века, начала 19 века Уильяма Тернера. Он известен как мастер романтического пейзажа, акварелист. Его называют предшественником импрессионистов. Особую известность художник получил благодаря картинам, посвященным наполеоновским воинам. Он создавал новый тип пейзажа, без лишних деталей, считают искусствоведы. Люди плохо понимали его картины, часто критиковали, а некоторые работы даже создали художнику репутацию сумасшедшего. Уильяма Тернера называют неоднозначным и самобытным художником Англии. Его картины отличаются яркими цветами. Работа «Закат солнца во время всемирного потопа» написана ориентировочно в 30-е годы 19 века. Этот шикарный желтый цвет, он задает тон всей картине. Видите, тут на контрастах. Все остальное в темных тонах и в центре картины яркий желтый цвет. Полотно, как трофей, офицер Красной Армии вывез из Германии. После этого картина «Закат солнца во время всемирного потопа» попала в частную коллекцию советского академика Хачатура Каштаянца. Сейчас она принадлежит частному севастопольскому коллекционеру. Работы Уильяма Тернера в музеях России практически нет. Мы пошли на то, чтобы представить ее зрителю как выставку одной картины, потому что есть заключение Садкова, доктора искусствоведа, профессора, лауреата премии правительства РФ, члена, корреспондента Академии науки и так далее, и так далее. То есть довольно авторитетного лица, который указывает, что данная картина по всем своим признакам возможно относится к творчеству Тернера и есть заключение других экспертов. В ближайшее время исследователи продолжат изучение истории создания этого полотна. Сейчас картина экспонсируется в западном зале художественного музея имени Михаила Павловича Крашицкого и в течение недели будет доступна для просмотра.